Когда там собаки друг на друга встают, хотя они не должны, если они стерилизованные. Дети-то идут и видят, ну, как бы так. У Снежаны во дворе поселились пять собак. Судя по этим кадрам, на детской площадке им хорошо. В соседнем дворе их еще и подкармливают. Но Красноярку такое соседство не устраивает. Рядом дорога в школу, боязно за детей, которые ходят одни. Да и вообще, говорит, ненормально, когда здоровые собаки оккупировали двор и чувствуют себя хозяевами. У женщины тоже собака, но маленькая. Гулять неподалеку от бездомных псин теперь опасно. Мы жаловались и звонили в 205, и в администрацию, и в УДИП. И, то есть, ответы были, ну, вы идите просто, и все, собаки вас не трогают. И то, что у меня моя собака маленькая, я выйду и нас просто покусают, это факт. Первое. Второе. Они на песочнице детской валяются там, непонятно, блохи там, что там у собак. То есть, это никого не касается. Тут же дети в трусиках, тут же собаки пришли. Ну, вот как бы так. И это снижание еще повезло. Пять лет назад было бы не пять собак, а десять. Ученые Аграрного университета посчитали всех собак в городе, и получилось, что по сравнению с 2018 годом их стало почти на 50% меньше. Было 10 тысяч, стало 5 тысяч, 438. Больше всего собак в советском районе, меньше всего в железнодорожном. Но ученые не только посчитали бездомных, но и предложили меры по дальнейшему сокращению популяции. Если кратко, собак отлавливать, кастрировать, содержать в приютах, людей просвещать и штрафовать, тех, кто выбрасывает животных или отправляет их на самовыгул. В мэрии с предложениями согласны. Там сказано, что на территории города нужно создавать приюты. Уже и просчитывалось неоднократно, и уже подыскивались и соответствующие участки муниципальные. Здесь необходимо только финансирование. То есть решение вопроса, оно заключается в том, чтобы были профинансированы строительства, и тогда приюты будут действовать. Ни одного муниципального приюта в городе нет, потому что краевые власти не выделяют на это деньги. Нужно, по разным оценкам, от 60 миллионов рублей. Если бы приюты были, число собак, возможно, было бы еще меньше. Как и покусанных горожан, их с начала года уже более 600. Не все для решения проблемы делают и федеральные власти, считает зооинспектор Кристина Лабутина. Она уверена, что нужно чипировать и стерилизовать не только безнадзорных, но и большинство домашних собак, чтобы было понятно, кто несет ответственность за конкретное животное. Опять же, эти самовыгульные собаки, они тоже могут потенциально принести потомство, если они не кастрированы. Отсюда, опять же, пополнение армии безнадзорных животных. И, конечно, эти последствия необходимо контролировать обязательно. Это единая база регистрации, о чем тоже уже несколько лет говорят, потому что крайне сложно контролировать то, что ты не знаешь, в каком количестве обитает, где, кто за этих животных ответственен. Это, наверное, одно из самых сложных. Кстати, в Аграрном университете считают, что чипировать и кастрировать домашних животных нужно бесплатно, иначе эта работа с мертвой точки не сдвинется. Но пока федеральные власти на это не решаются. Зато вводят новые штрафы за безответственное отношение к животным до 100 тысяч рублей, если собака покусала человека до 200 тысяч. Виталий Поляков, Надежда Шепенева, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова